Субтитры создавал DimaTorzok И очень рада, что возобновились наши прямые эфиры. Напишите мне, пожалуйста, как меня слышно. И все комментарии, которые у вас будут, отправляйте, пожалуйста, в чат под постом, где объявление о прямом эфире. Слышно хорошо. Все меня хорошо слышно, сестры? Сделаю, чтобы проверить качество. Потому что... Хорошо. Маша Аллах. Вы врач-нутрицолог? Нет, я не врач-нутрицолог. Давайте я вижу, что здесь сестры мои, которые давно меня знают, с которыми я... Мы очень давно знакомы, встречались. Есть мои ученицы, есть мои коллеги. Аль-Хамду-ли-ля, есть те сестры, с которыми мы прошли наши пути к знаниям, держась за руку. Для тех, кто меня не знает, хочу познакомить вас с собой. Те, кто первый раз, новые наши студенты. Меня зовут Наргиз Ум-Али. Я являюсь преподавателем в Международном университете Корана. Преподаю такие предметы, как адапт, тадабур, размышления над Кураном, педагогика, методология преподавания. То есть все эти предметы, они есть на курсе учителей. Также есть на YouTube-канале, мы раньше проводили прямые эфиры. То есть у нас каждый понедельник в 12.00 проходят прямые эфиры, то есть уроки. Все уроки сохранены и есть у нас на YouTube-канале. Можете посмотреть. Вот. Я сама врач, поэтому задаю подобный вопрос. Машала. Вот если вы врач, вы сегодня нам будете помогать. Меня исправлять, если я где-то ошибусь. Я не врач, но тема актуальная очень. Почему? Потому что в последнее время мы наблюдаем, что в нашей уме появились такие проблемы, как бессонница, депрессия, чрезмерная грусть. Я не говорю о той грусти, которая может появляться у каждого из нас, да. И это естественно, потому что грусть испытывали и тоску, испытывали даже посланники. Лучшие люди этой умны, да. Я говорю о той грусти, о той чрезмерности, которая присутствует сейчас. И тема, почему актуальная на данный момент, потому что мы сейчас видим, что мы сейчас наблюдаем, что сказать, что по исламу не надо грустить. И вот такие частые выступления я вижу простых мусульманок, которые, ну, где-то там почитали, там, что вот мусульманину нельзя грустить, у мусульманина не может быть депрессии. Да, у здорового мусульманина не будет ни депрессии, ничего, да. И поэтому я решила открыть эту тему и в первую очередь, конечно же, сделать напоминание себе и поговорить об этой теме с вами и как-то постараться исправлять наше поведение, да, наше отношение к своему телу, которое, по-видимому всему, оно страдает. И от чего оно страдает? От незнания, да. То, что мы не изучаем наше тело, а это не обязательно становиться врачом, да. Но врачи у нас это те, кто становятся причиной к нашему исцелению уже, а может быть и становятся, а некоторые врачи становятся причиной к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Ну, как правило, мы все обращаемся к врачам, когда у нас что-то болит. Это тоже ошибка. Нам надо обращаться тогда, когда у нас ничего не болит, чтобы предотвратить то, что у нас будет болеть. Но мы так не делаем, и в том числе и я. Поэтому сейчас я вам скажу, а вот нам нужно так обращаться, а сама этого не делаю, и это будет нехорошо. Вот, поэтому, но нам надо исправляться. В любом случае нам надо исправляться. И мы сегодня с вами поговорим, давайте, если мы сейчас будем говорить там, вот, мы должны заниматься своим здоровьем, да. Мы сейчас, у нас врачи подтвердят, да, здесь, которые сестры, здесь кто-то писал из сестер, что кто-то является там нутрициологом. Вот, еще сестры-врачи подтвердят, что нам не хватит и одного урока, чтобы разбираться во всех органах нашей системы, да, нашего тела. Вот, поэтому мы с вами попробуем сегодня разобраться с такой темой, как сон. И почему я выбрала в первую очередь сон, и вот сегодня с вами хочу поговорить о сне, вот, потому что, ну, он является очень важным для человека, да. Да, и этому есть, всему есть подтверждение в Кур'ане и в сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейху вассалям, о важности этого сна. И сон является тем инструментом, да, можно сказать, который приведет нас, вот, то есть избавит нас от депрессий, если у нас другие органы нашего организма здоровые, а здоровым их можно исправить, можно поправить свое здоровье, это в первую очередь налаживая сон. И я сейчас вам начну говорить, вот, мы все должны ложиться в 10 часов, там, до 10 часов, все это вы все знаете и читали, правильно? Поставьте плюсы все те, кто это когда-либо касался и читал. Ага, сначала поставим вот такие плюсы. Все мы знаем, что мы должны все, должны ложиться спать до 10 часов, да? Все мы знаем, ага, поставили. А теперь поставьте плюсы, кто это делает. Машаллах, есть сестры, оказывается. Ну, я не то, чтобы, что думала, что не будут. 50 процентов, хорошо. Иши бывают позже, не получается. Да, это когда иши намаз бывает позже. И это зависит тоже от часового пояса, да, когда иши намаз. Но сейчас мы с вами с точки зрения религии разберем этот момент. Давайте начнем разбирать это с точки зрения религии. Если что, врачи меня будут поправлять. Потому что я не то, чтобы там далека, но ресурсов не хватает, чтобы еще освоить еще и врачебное дело. Но ввиду того, что вот свой организм бьет тревогу, да, говорит, надо, надо, надо. И ты сам себе помощник, потому что с врачами ты не можешь быть 24 на 7. И когда ты идешь даже на прием, покупая, можешь ты даже купить двойную консультацию, да. Все равно за два часа, да, тебе врач даст какую-то информацию, которую ты будешь потом обрабатывать. Но все равно вот свою жизнь ты будешь налаживать сам. И об этом сказано в Коране, да. Я не изменю вас до тех пор, пока вы сами не начнете меняться. То есть пока человек сам не осознает, что мне нужно менять что-то в своей жизни. Потому что то или иное действие доставляет мне дискомфорт. То есть оно причиняет мне страдания. И в первую очередь что мы сделаем, да. В первую очередь мы вспомним цель нашего сотворения. То есть цель нашего сотворения какая? Всевышний Аллах создал нас только с одной целью. Целью поклонения. То есть я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть одному лишь Всевышнему Аллаху. Так как наша цель в жизни, единственная наша цель, вот многие строят себе цели, да, там, какие-то большие цели. Я сейчас не говорю, что не нужно строить эти цели. Потому что всегда мы не должны вот это из крайности в крайность. И у нас, у мусульман, это наша сегодняшняя проблема. И от этой проблемы мы должны уходить. Мы должны исправлять свое общество. А начинать нужно с самого себя. Всегда нужно начинать с самого себя. А потом уже нести, в первую очередь, свою семью. А потом уже нести это в общество. И когда ты начнешь исправляться сам, исправлять свою семью, и дальше уже будешь делать шаги к исправлению в обществе, иншаллах, в этом будет большое благо. Потому что человек исправляет себя, исправляет свою семью, и каждый, если будет работать над этим, то наше общество очень хорошо будет исправляться. Если каждый будет тянуть на себя и тянуть в сторону другого, то ничего не исправится. И поэтому мы вернемся к тому, что Всевышний Аллах создал нас с целью поклонения. То есть каждый из нас, каждый из нас создан быть рабом. Рабом кого? Рабом Всевышнего Аллаха. В нас заложено это рабство. Рабство кому? Всевышнему Аллаху. В нас заложено это поклонение. Если человек не поклоняется Всевышнему Аллаху, он обязательно поклоняется кому-то наряду с Аллахом. Почему? Потому что человек так создан. Его потребность быть рабом. Кому-то поклоняться. И если он не поклоняется Всевышнему Аллаху, то он будет искать тот объект, кому он будет поклоняться помимо Аллаха. Теперь кто-то находит себе для поклонения самого себя. Дальше кто-то находит работу, мужа, детей, идолов. Все, что угодно. То есть он поклоняется кому-то, но не Всевышнему Аллаху. И это наша цель. Так как цель – наше поклонение, то мы не можем совершать это поклонение, если у нас больное тело. Вот, например, просто если посмотреть на людей, конечно, которых Аллах испытал болезнями, их поклонения не могут быть полноценными. И от этого, конечно, от того, что они будут проявлять терпение, делать причины для исцеления, им за это будет награда. Это тоже поклонение в болезни, да? Когда человек болеет, в этой болезни у него возникающие трудности, и он проявляет терпение. За это это тоже поклонение, и за это он тоже будет награжден. Иншаллаху Тааля, Всевышним Аллахом. Но если посмотреть так, то его поклонения уже не будут такими полноценными, как должно быть это поклонение. Например, есть люди после операции, они там не могут совершать намаз, не могут встать. И то есть уже их Всевышний Аллах, иншаллаху Тааля, будет принимать их поклонение. Но оно уже не полноценное. Он бы хотел бы, каждый хотел бы совершать это поклонение полноценно. И когда ты не совершаешь поклонение, нарушается вот этот баланс, который установил Всевышний Аллах. То есть цель нашего сотворения – это поклонение Всевышнему Аллаху, только ему одному. И когда человек нарушает этот баланс, он никогда не будет счастлив. Он никогда не будет испытывать счастье, да, и вот этот гормон счастья, который, скажем, как он называется, серотонин, да, от которого мы испытываем там радость и все такие чувства, да, хорошие. Вот. Этого серотонина не будет, и если человек будет нарушать вот этот баланс, который установил Всевышний Аллах. Да, смотрите, чем можно объяснить тех людей, которые, вот, например, экстремальными видами спорта занимаются? Вот. Вы не увидите мусульманина, вот сколько раз я смотрела с детьми, да, просто очень нравится там какие-то жизненные ситуации прорабатывать с ними. И сколько документальных фильмов мы бы не смотрели про восхождение, например, на гору там Эверест, да, это такое самое опасное, самое трудное, вот, и что там происходит с организмом человека, и на какие жертвы, да, идут люди, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности и чтобы испытать вот это счастье, да, когда они там достигают этого, все, они счастливы, они считают, что они счастливы. И вот люди ездят там еще в какие-то там храмы, да, вот эти тибетские места там, еще другие места, да, ищут, они ищут счастье. Они никогда этого счастья не найдут. Они дальше, вот они, если вот интервью мы смотрели, и даже вот эти моменты, если обсуждать, не обязательно с детьми, просто даже и с простыми, с взрослыми, да, если обсуждать. Вот те люди, которые они вот покоряют, они говорят, я пришел сегодня там покорить семитысячник. вот на Эвересте там, до это седло это называется. Вот. И они говорят там, я пришел покорить этот семитысячник. Хорошо, я уже, и там приписка там, покорял этот семитысячник 12 раз. Вот он 12 раз покорял этот семитысячник, он знает, что его ждет, там нехватка воздуха, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть, как бы там, когда поднимается, чем выше поднимается там, гипоксия мозга возникает, потом они там зрение теряют. Он покоряет это 12 раз. Почему он приходит сюда в 12 раз? Вот он сам же и отвечает на этот вопрос, потому что я чувствую там себя хорошо. Вот этот адреналин, который вырабатывается, да, я смотрела видео, где мусульмане не Саудовской Аравии покорял Иберест. Ну, это один на миллион. Один на миллион, и, ну, скорее всего, там просто, как бы сказать, доказать, да, что там вот мусульмане тоже могут это сделать. Я сказала вам в общем, да, что не идут мусульмане, мусульмане на такие экстремальные, потому что им незачем идти, им не нужно этот адреналин. Они адреналин получают, когда они, просто я к этому веду вас, чуть-чуть мы поторопились, да, то есть эти люди, да, они вот добирают вот этот адреналин, они добирают где-то извне, помимо Всевышнего Аллаха, да, потому что мусульманин вряд ли 12 раз пойдет, мусульманин 12 раз не пойдет. Вот этот мусульманин, которого вы говорите из Саудовской Аравии, я его не упомянула, потому что, ну, он пошел туда доказать, да, что мусульмане тоже могут, мусульмане это тоже могут сделать. Вот. Он не пошел, вы не увидите мусульманина, который покоряет там 12 раз или там занимается вот этими экстремальными, которые вредят здоровью, потому что это реальный вред здоровью. И ни к чему это, никакого блага в твоей жизни это не приведет. Например, можно детей, я тоже сама это делаю, можно детей водить на такие там преодоления, препятствия какие-то, да, там есть такие веревочные города, называются они. Это воспитывает дух, то есть, когда перед тобой вот стоит реальная задача, и ты должен сообразить, как ее решить, да, но не во вред здоровью. То есть нету, я не видела, да, чтобы, если мусульманин этого совершает, значит, у него проблемы с иманом. Почему? Потому что мусульманин добирает вот все свое наслаждение, адреналины, все эти серотонины мусульманин берет из поклонения. Поэтому мы всегда говорим, да, что мусульманин – это самый счастливый человек. Но почему вот такую тему и подняли сегодня, да, что здоровое тело – здоровый дух. Мы сами себе, сами себе вредим, когда не смотрим за своим здоровьем. И почему я прям подняла эту тему, да, потому что вот мне хочется до вас донести это, дорогие сестры. Я не врач, я просто ваша сестра-мусульманка, да, которая хочет, чтобы мы, мусульмане, мы были здоровыми, да. И почему? Потому что вот я как тоже связана с… немного связана с этой профессией. Кто знает, у меня первое образование, я педагог-психолог дошкольного возраста, еще я на нейропсихолога училась. Вот, немного связана у меня с этим. И вот часто сестры мне пишут, говорят, мне назначили психотропной, я уже не выдерживаю. Я говорю, не надо пить психотропные. Не надо пить психотропные вещества. Ты просто загубишь себе, просто, ну, как бы, оно тебе даст искусственное что-то, но оно не даст тебе то спокойствие, которое ты должна получить. Мы будем исправлять иман. И вот, сестры дорогие, сколько я не встречала, это вот когда тяжелые-тяжелые, когда я… тоже все знают, не раз на прямых эфирах говорила, когда с наркозависимыми работаешь, вот там иногда, да, нужно прибегать к этим психотропным веществам, что там бывают такие критические ситуации. Ну, у них это своя отдельная тема, да. Вот. А в общем, например, простому мусульманину ему не нужно психотропные вещества, ему нужно повышать свой иман. Ему нужно повышать свой иман. Ему нужно заняться своим образованием, шариатским образованием. Ему нужно заняться знанием. И когда знания об Аллахе будут увеличиваться, будут увеличиваться деяния, иман будет повышаться, и тогда уйдут все грусти, депрессии, печали. И все это уйдет. Вот я вам на это вот могу дать стопроцентную гарантию. Почему? Потому что как человек, который сам через это прошел, и как человек, который за всю свою вот практическую жизнь, да, с 2002 года, вот так вот скажу, уже люди, которые родились в этом году, им уже по 20 лет, иногда я смеюсь своим детям, говорю, мама ваша уже постарела. За все это время я еще не встречала, еще не встречала человека, который бы вот так вот вставая на путь Аллаха, вставая на путь знания, вот через деяние увеличивая свой иман, не повысил бы свое духовное состояние. Вот нету. Ни одни походы к психологам, ни какие там отдыхи и все остальное, хотя этому есть место быть, мы с вами сейчас до этого дойдем, потому что вот часто этим мы тоже пренебрегаем. Ничего это не заменит, не заменит, если человек не наладит свое отношение со Всевышним Аллахом. Даже исцеление не придет к нему, исцеление не придет к человеку, пока он не наладит свое отношение со Всевышним Аллахом. Это я вам, вот на это я вам могу дать вот стопроцентную гарантию. Почему? Потому что на своем жизненном опыте я это много часто встречала и встречаю до сих пор. Поэтому мы вспоминаем в первую очередь, когда мы хотим изменить что-то в нашей жизни. Вот мы видим, что наша жизнь, наша жизнь должна строиться так, цель, наше поклонение Всевышнему Аллаху. Вот это наша цель. Дальше мы должны смотреть, какие причины мы возьмем к достижению этой цели. И вы знаете, если мы будем в религии воспитываться, это будет воспитывать наше и отношение с мирским. Потому что, когда, например, мы ставим любую цель, любую цель, которую мы ставим в своей жизни, если мы научимся, как по исламу, вот наша цель поклонения, дальше мы что делаем? Мы идем на пути к достижению этого поклонения. И в любом случае мусульманин будет в выигрыше. В любом случае мусульманин будет в выигрыше. В любом случае Всевышний Аллах дарует ему награду за это. Если посмотреть, например, для тех, кто для тех сестер, например, сестер и братьев, кого угодно, мусульманин любого пола и любого возраста, если говорить с возраста, когда уже есть ответственность. Когда это ребенок, награду получат родители иншаллах. Давайте возьмем чтение Кур'ана. Вот если у него это хорошо получается, будет хорошо получаться, естественно, он получит за это награду, за усердствование и это ризик от Аллаха, что ему это легко дается. Тому, кому дается это нелегко. Они оба поставили себе цель. Они оба идут к этой цели. Тому, кому это далось нелегко, он же тоже получает награду. Да еще и какую. Для утешения, для него, то, что он получит большую награду, чем те, кому далось это легко. Поэтому мусульманин в любом случае будет выигрыш. Дальше вернемся к нашему, к тому, что мы сегодня хотим обсудить с вами. мы с вами задались целью. Все. Мы знаем, что наша цель поклонения Всевышнему Аллаху. Мы задались этой целью и мы будем ее начнем ее осуществлять. Так, сестры, сейчас будем ставить плюсы или минусы, или что-то писать. Каждый из вас, каждый из вас, наверное, видел на просторах интернета или просто встречал в книжных магазинах, например, есть такая книга «Магия утра». Плюсы ставим. И плюсы, минусы, да. Например, кроме этого, есть различные курсы, тренинги, еще марафоны и все остальное раннее пробуждение. Раннее пробуждение, то есть как бы рано утром в течение месяца вы находите себе единомышленников, вы встаете или там рано утром вставай на утренний намаз и за это вы должны заплатить. Потому что если вы хотите купить книгу, да, может быть, вы где-то в электронной версии найдете, а вы должны за нее заплатить. Дальше, чтобы там записаться на эти какие-то марафоны и курсы, я, например, не видела, чтобы они были бесплатными, они даже там самые простые они стоят денег, там 990 рублей, как любят это все, это вот. Зачем нам это нужно? нам нам не нужно платить деньги для того, чтобы просыпаться утром на утренний намаз. Но, но, скажу так, что у нас бывают такие ситуации, когда сестры вот просто физически не могут проснуться. А почему они не могут проснуться, этому же есть объяснение с точки зрения медицины. И поэтому важно, да, важно заниматься своим здоровьем. А микрофон, вы можете и без микрофона меня слышать. Ну, вот я включила, я не знаю, как это связано, честно, я не разбираюсь. Но я вам разрешила. Вот, например, я вижу сестры, которые пишут минус, 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 ну, хорошо, что минус, минус и плюс, это тоже, это все хорошо. Сама я честно вам скажу, я эту книгу не читала и читать не собираюсь. Я просто часто вижу, что ее рекламируют и часто даже рекламируют ее мусульманки. что вот я я ее никогда не открывала и не читала. Я только читала, ну, видела, что ее рекламируют и все, потому что я сама как человек еще далека от шариатских знаний, когда была и когда я занималась развитием своей профессии, да, но потом, когда, аль-хамду-ли-ля, Всевышний Аллах вот так открыл мне путь к знаниям, вот, я всегда говорю сестрам, не надо читать никакую литературу помимо вот какие-то сейчас вот такие модные литературы, да, читайте Кур'ан, размышляйте над Кур'аном, читайте хадисы пророка, саллиллах алейхи вассаллим, и смотрите на жизненные ситуации мусульман, которые происходят с ними, да, и даже не мусульман. просто можно посмотреть, да, как вот в жизни того или иного человека, что происходит и делать из этого вывода, да, и не надо покупать всякие книги, нас не могут учить нашей религии, нашему образу жизни, нас не, мы не должны учиться у тех, кто далек от религии. Поэтому я никогда не читала эту книгу, но я ее видела и видела, как мусульманки ее пропагандируют, да, и что они начали по этой книге, они начали делать деяния, я там отрывки, я не скажу вам, я просто меня тоже, я считаю, это тоже пустой тратой времени потратить на это, поэтому отрывки, я видела, что вот, как только я начала там читать, как только я начала вот эти ранние там практиковать, то что получилось, что у меня стало все как бы вот налаживать, я стала такой продуктивной и все остальное. А вы не думали, что у нас есть утренний намаз и что пророк саллиллах алейхи васселям сказал, что тот, кто совершает утренний намаз, у него есть весь мир, то есть он как бы богатый человек, и что вот они там, если раннее там пробуждение и смотрите, чтобы избавиться например от лени, человек после фаджер намаза не должен спать. Есть это рецепты такие. Почему? Потому что человек продуктивным становится, он все успевает, если он утром встает на фаджер, ну, потом он может в дневное время немного поспать, 30 минут дневного сна заменяет 2 часа ночного. Вот. И это есть в сунне посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Теперь давайте будем брать пример. Возьмем пример. Как мы должны отходить ко сну? Этикеты сна, Пророк саллиллаху алейхи вассалям, он что делал? Он после аиша намаза ложился спать, при этом он ни с кем не разговаривал. Иногда есть примеры хадисы, в которых есть исключения. Не сказать, что это из крайности в крайность у нас. И это часто в семьях бывало со стороны и сестер, со стороны и братьев. Когда я с братьями не работаю, альхамдуллиллах, сестры бывало обращались, что муж так делает, он после аиша намаза все, он говорит со мной не разговаривай и в грубой форме бывало, что все, нельзя, пророк не разговаривал, я тоже не буду. Это из крайности в крайность, то есть он совершал аиша намаз и старался ложиться спать. Также что делали? Сахабы тоже самое делали. Теперь если возьмем, у нас есть гормон сна, мелатонин, а его выделяет эпифис. Сейчас мы не будем там медицину с вами медицины касаться, потому что это у меня на то, что нету знаний, лучше в это не, ну как бы, не то, чтобы не касаться этого, а я не могу говорить, потому что да, ошибусь, вы меня исправите, это будет благо, но обычно очень хочется говорить, когда есть об этом твердые знания у тебя. Поэтому вот то, что я знаю, есть у нас гормон сна, мелатонин, он вырабатывается эпифизом. он вырабатывается, когда мы спим и при полной темноте. Если у нас какие-то любые световые лучи попадают там на сетчатку глаза, то все, у нас он разрушается, да. Теперь у нас сейчас мир гаджетов, компьютеры, телефоны, и они раздражают сетчатку глаза и желательно, конечно, желательно за час до сна, а лучше всего за два часа до сна не смотреть в компьютер и не смотреть в телефон. Конечно же, если там вам надо там срочное смс, вы посмотрели, но не так, что вы там засыпаете под телефон там смотрите и засыпаете. Нет, нужно убирать для того, чтобы выработка вот этого гормона мелатонина была хорошей. Это гормон сна, и он нам очень много по воле Всевышнего Аллаха, он очень много нам дает этот гормон. Теперь он начинает вырабатываться, начинает вырабатываться он у человека, да, он начинает вырабатываться после уже магрип-намаза. Я сейчас не говорю вам время. Почему? Потому что у каждого свой часовой пояс, если вам, например, скажу, то 17.00, а у меня это там 18.30, да, а у кого-то это 20.00, то это будет неправильно. У каждой свой часовой пояс, и организм подстраивается под этот часовой пояс. Поэтому у нас есть такое, как акклиматизация, да, когда мы, например, из одной местности в другую местность приезжаем, мы начинаем или болеть, или мы начинаем себя плохо чувствовать, да, вот, если это сильные часовые пояса, да, отличаются, если это один часовой пояс, мы можем даже этого не почувствовать особо. Вот, поэтому я буду говорить так, во времена пророка, саллиллах алейхи вассалям, у них не было времени, да, у них не было там, ага, 12.46 время там зухр намаза, нет, они смотрели на солнце, солнце, все, смотрели на солнце, вот, солнце показывает, так, что сейчас уже время зухр намаза, и они шли и совершали этот намаз, да, вот, поэтому после магриб намаза человек начинает готовиться, его организм начинает готовиться ко сну, поэтому мы чувствуем усталость, поэтому мы начинаем хотеть спать, да, уже к вечеру у нас наш организм говорит, что нам надо ложиться спать, да, дальше, что получается, получается, что после риша намаза, если мы не ложимся спать, мы не даем выработки вот этого гормона мелатонина, да, вот, и у нас еще есть такой гормон, он называется кортизол, да, это гормон у нас, чего, гормон стресса, для чего он нам нужен, он нам нужен для того, чтобы встать утром, то есть пробудиться утром, и смотрите, если человек вовремя не ложится спать, и посмотрим на пророка саллилах алейху ассаллим и на сахабов, они что делали, они после раиша намаза, они ложились спать и ложились спать как? В полной темноте, то есть у них не было тогда такой роскоши, как у нас ночники, светильники, телефоны, смс постоянно включающиеся, да, вот, то есть у них не было вот этого лишнего света, а это на самом деле вредит нашему здоровью. Дальше что получается? Они ложились спать, даже есть там хадисы, да, что в этикетах отхождения ко сну нужно что сделать? Нужно было выключить огонь, то есть проверить свою безопасность. Вот, то есть огонь давал, что? Огонь давал лишний свет, то есть они ложились спать в полной темноте. А сейчас вы скажете, ой, а как же там, вот, когда мы там, ну, с детьми, да, детей тоже приучайте спать в полной темноте, если у них какие-то появляются их страхи. Страхи нужно прорабатывать, вот, с этими страхами нужно работать, не надо замыкать эти страхи. Я всегда говорю, когда все говорят, ой, у меня, ой, чего ты боишься, чего ты боишься, нет, нельзя так говорить, чего ты боишься, у каждого из нас могут возникнуть страхи, естественный страх, который нужно проработать, да, просто нужно с ребенком поговорить, нужно объяснить, если нужно помочь, надо помочь, вот, и потихоньку тоже приучать к тому, чтобы дети спали в темноте, чтобы вырабатывался вот этот гормон мелатонин, потому что он дает нам многое, аль-хамду-ли-ля, по воле Аллаха, вот, Всевышний Аллах так создал наш организм, что гормоны управляют нашим организмом, и гормон мелатонин, он дает нам многое, если сейчас начать перечислять, вот, мы поймем, что это очень важно для нас. У них вырабатывался этот гормон мелатонин, да, и если гормон мелатонин выработался нормально, сейчас меня, пусть врачи, нутрициологи, где наши врачи-нутрициологи, пусть они меня поправляют, если он хорошо выработался, все нормально, дальше вырабатывается гормон роста, самототропный гормон, если я не ошибаюсь, вот, я для себя это все изучала, для того, чтобы исправить свой ритм жизни, как-то облегчить себе, дальше вырабатывается гормон, самототропный гормон, гормон роста. Теперь, если мы не спим, вот, что происходит с нашим организмом? Мы не спим, мелатонин мы не выработали, вот этот гормон роста мы не выработали, гормон роста, он еще и является жиросжигающим гормоном, то есть, если у кого-то есть избыточный вес, вес, который вредит здоровью, да, то обязательно нужно налаживать сон, налаживать сон, чтобы вырабатывался вот этот гормон, самототропный, поэтому таких проблем, как избыточный вес, да, у сахабов не было. Ну, есть там некоторые примеры, да, но большинство у них не было. Еще скажем, что они плохо питались, они как раз-таки, если мы посмотрим на их питание, они питались, правильно питались, но из-за нехватки, да, питания могло бы быть и это истощение организма, но мы медицину никуда не можем оттолкнуть, вот этот самототропный гормон, он влияет на то, на вес. теперь, если мы засыпаем, вот, внимательно, да, нужно это проработать у себя тоже, если мы засыпаем вовремя, у нас вырабатывается мелатонин, хорошо, мелатонин, самототропный гормон, у нас вырабатывается хорошо, и у нас снижается выработка, он так называется, адренокортикотропный гормон, сразу выговорить нельзя, я всегда, когда, если нужно работать с речью, потому что, когда я на нейропсихолога училась, там есть такие исправления, дискорфии, дислексии, да, и у детей, у кого проблема с речью, вот им нужно большие-большие вот такие слова, быстро научиться проговаривать, вот, поэтому важно читать, да, и сейчас мы можем не выговорить это, но мы можем сказать АТГ, АКТГ, вот так, АКТГ можно его назвать, адренокортикотропный гормон это называется, он снижается, и он вообще вырабатывается гипофизом, для чего нам нужен вот этот АКТГ, для чего он нужен нашему организму, он, этот гормон, да, он, он вызывает выброс в кровь адреналина, то есть он начинает снижаться, когда мы спим, если мы не спим, он, естественно, не снижается, и он снижает выработку, ну, выброс, выброс других гормонов стресса, у нас есть гормоны стресса, глюкокортикоиды, глюкокортикоиды, почему я это изучала, потому что надпочечники, очень важный орган, который очень маленький, но очень важный орган, и он, вот как раз вот эти глюкокортикоиды, вот эти гормоны стресса, когда у нас возникает гнев, состояние аффекта, да, когда гнев поднимается настолько, что человек уже не помнит, что он сказал и что он сделал, вот, вот эта злость, все это вырабатывают вот это глюкокортикоиды, это гормоны, гормоны стресса, они вырабатываются из коры надпочечников, орган у нас такой есть надпочками, поэтому он надпочками стоит, поэтому он называется надпочечник, и поэтому, когда человек засыпает, он успокаивается, да, почему, потому что все эти гормоны, они снижаются, и когда мы засыпаем, наш организм выделяет опиодный гормон, опиум, мы знаем, да, наркотик, от которого человек такое хорошее состояние приходит, если так пошутить, да, опиум, что дает, он дает расслабление, да, вот, и человек пребывает в такое полусонном состоянии, и в момент засыпания из гипофиза вот выделяются вот эти опиодные гормоны, и они являются, обладают они наркотическим действием, да, эндорфины еще их называют, и каждый из нас скажет, ага, вот так вот Всевышний Аллах создал наш организм, да, наш вот так мозг, и сон на самом деле это целый процесс, это не просто так, ты поспал и все, и поэтому когда человек погружается в сон, он погружается в сон с приятными ощущениями, вот эти приятные ощущения дают ему вот эти опиодные гормоны, хорошо, возьмем это здоровый сон, когда человек все правильно соблюдает за сном, так засыпали сахабы, так засыпал пророк салялах алейхи вассалям, да, они уделяли время сну, и они понимали, да, что сон это тоже важная часть жизни, и сон тоже можно сделать поклонением, как делать намерение поспать для того, чтобы было больше силы делать дальше поклонение, почему, потому что, смотрите, когда во сне у нас очень много процессов происходит, да, те или иные гормоны, когда вырабатываются, они они служат чем, они служат нашему организму антиоксидантными, да, то есть против старения человека, у человека появляются силы, да, иммунитет, потому что мы возьмем второй мозг нашего организма, это кишечник, да, и кишечник, когда мы спим, в кишечнике вырабатываются определенные гормоны, вот так вот вам скажу, да, тоже скажет, ага, ничего себе, да, вот так вот кишечник вырабатывает тоже определенные гормоны, которые способствуют там расслаблению мускулатуры нашего тела, да, и еще очень много всего, да, иммунитет, иммунитет это наша подверженность вирусам, да, человек, когда там заболел вирусом или заболел с какой-то болезнью, да, у него все, у него сил нет, он лежит как тряпочка, да, можно сказать, сил у него нет, или как встает на намаз, да, хотя бы вот намаз, потому что это важное поклонение, все остальное он оставляет, как бы, может оставить на потом, да, и от этого страдает его поклонение, конечно, он это делает не специально, но можно же это предотвращать, другое дело, когда Всевышний Аллах дает тебе болезни, да, как испытание, и ты проявляешь терпение, но ты делаешь все причины, берешь для того, чтобы исправить свое положение, да, чтобы вылечиться, чтобы исцелиться, чтобы твои поклонения пришли опять на хороший уровень, ну и возьмем так, все, мы не уснули в то время, когда нам нужно уснуть, а сахабы, они спали в это время, у них прекрасно вырабатывался и гормон мелатонин, и у них были и эти опиодные гормоны, и у них вырабатывался гормон роста, то есть соматотропный гормон, и у них снижался выработка вот этого АКТГ, да, которое я вам сказала, адренокартикотропный гормон, он снижался, естественно, если он снижался, снижались глюкокартикоиды, то есть эти гормоны стресса, и человек, сахабы, рады Аллаху Анхума, они отдыхали, а человек, когда отдыхает, он потом набирается сил, поэтому они были сильные, поэтому они были, они хорошо выглядели, несмотря на все те трудности, которые они переживали, у них был нур на лице, конечно же, этот нур от Всевышнего Аллаха, но это тоже было причиной этого, потому что вот когда человек все правильно делает со сном, он молодеет, у него появляется много сил, он начинает быть каким больше дееспособным, а когда он свой сон нарушает, то он, что у него нету силы, а естественно, мелатонин не выработался, и что получается, когда мы не заснули, мы возьмем сейчас, что мы не заснули, у нас вот этот гормон, он АКТГ, он у нас не понижается, но он, если он у нас понизится, мы отключимся, естественно, он не понижается, и в мозг приходит сигнал, да, мозг дает сигнал, все, не понижайся, не надо понижаться, давай еще больше, как бы сказать, силы стресса, и мы себя сами, вот, мы себя сами заставляем, да, когда мы там хотим спать, нет, мне надо вот это поделать, нет, мне надо вот это поделать, это должна быть самодисциплина, да, что вы делаете это все до этого, а сну уделяете внимание, дальше, если он не снизился, этот АКТГ, значит, не снижаются глюкокортикоиды, это которые вырабатывают, которые вырабатывают адреналин, вот эти гормоны стресса, поэтому человек, когда у человека идет длительный недосып, у него начинается, что хроническая усталость, от усталости у него он нервный человек, от того, что он нервный, он менее продуктивный, поэтому появляется усталость, от усталости пойдет депрессия и все, и вот такие вот такие проблемы в нашей уме появляются сейчас очень часто, и когда вот просто простой вопрос сестры пишут там, а вот как справиться с вот этим, как справиться с вот этим, я в первую очередь всегда говорю, вам нужно наладить сон, а во сколько спать ложитесь, вот спрашиваю, бывают те, кто вообще там, я с вечера до утреннего намаза не сплю, а потом утренний намаз совершаю и ложусь спать, и сплю до обеда, ну это конечно роскошь, но бывают и такие сестры встречались мне, да, так вы все проспали в своей жизни, вы все проспали, к обеду вы встаете, вы уже менее, вы силой встаете, ну у вас есть силы потом делать дела, а что вы делаете, не спите, сижу в телефоне, что вы делаете в телефоне, да просто там просматриваю что-то это, чтобы не проспать утренний намаз, значит вы пустую проводите свое время, вот, которое время вы можете потратить на свое здоровье, вот настолько вот, когда это все изучаешь, настолько Всевышний Аллах к нам, настолько он милостив к нам, что даже простой сон, отдых, который мы берем себе, да, он, этот сон, отдых служит нам благом, то есть мы поспали нормально, все, мы, у нас все гормоны на месте выработались и наша жизнь приходит в норму, значит мы не поспали и у нас более-неболее должны быть вот эти гормоны стресса, потому что если мы не спим, что-то должно сокращать наши мышцы, вот наши руки, ноги должны работать, да, то есть мы должны быть продуктивными, поэтому организм, в организме нету, организму нету отдыха, даже если вы там будете потом там лежать и просто ничего не делать, вы будете все равно уставши, может быть если кто-то делает по-другому, пусть напишет свои жизненные опыты, это будет для нас для всех интересно, да, вот дальше у нас не выработались гормоны мелатонин, вот этот гормон роста, да, те гормоны не понизились, которые гормоны стресса, и еще у нас есть один такой гормон стресса, который называется кортизол, да, который должен вырабатываться к утру, поэтому мы просыпаемся, а если мы вообще не уснули, да, и если мы уснули там позже, после, после там уснули позже 12, вот так вот сказать там, или мы вообще не спали всю ночь, да, там до фаджера, вот, то, что у нас этот гормон кортизол постоянно выработан, ну, то есть, как бы, мы заставляем свой организм его вырабатывать, а он не должен вырабатываться в это время, что мы делаем, мы свой организм заставляем это делать, и мы быстро изнашиваем этот свой организм, теперь посмотрим, как это, что происходило в жизни сахабов, да, они спать ложились вовремя, после аиша намаза они ложились спать, да, мы возьмем некоторые примеры, где там ночи проводили в поклонениях, да, там, вот эти примеры, и сейчас вы можете сказать, да, устаза, а как же это, да, ну, это такие, как риск, да, вот, когда мы разбирали таухид ар-рубуби, да, то это деяние Всевышнего Аллаха, у них есть следствие, да, и это следствие можно увидеть на всех творениях, как рисах, да, вот, но есть и следы индивидуальности, да, индивидуально, которые даются человеку, например, праведникам, пророкам, приближенным к Аллаху, у них, им Всевышний Аллах давал совсем другое, вот, поэтому это такие частные случаи, не все, например, а, ну, единичные случаи, это такие праведники, которые проводили свои ночи в поклонениях, да, и Всевышний Аллах посредством этого, Всевышний Аллах даровал им и полезные знания, да, и иман, и силы, вот, поэтому это частные такие, да, случаи, а, в общем, если, если посмотреть, сахабы, они, что, они засыпали после риша намаза, сам пророк, саллиллах, алейху, ассалям, уделял время отдыху, дальше, все у них на уровне выработалось, все хорошо, все гормоны выработались нормально, скажите мне, вот, у них были будильники, которые будили их на утренний намаз, кто будил их на утренний намаз, нет, конечно же, нет, азан, а этот азан должен дать кто, муадзин, а муадзина кто будил, муадзина же кто-то должен разбудить, чтобы он дал азан, петух, петух, блядь родила, да, петух, он уже на рассвете, он уже, петух кричит, когда, ну, как бы он видит ангелов, и он уже кричит, когда уже вот солнце хорошо-хорошо выходит, ну, я так наблюдала, конечно же, может быть, где-то в каких-то местностях петух кричит, когда еще темно-темно, вот, но он кричит уже, когда прям солнце хорошо вот так вот светит, лучи его вот так появились, вот, в этот момент, да, когда вот солнце восходит, в этот момент спускаются ангелы, да, и вовремя выработан кортизол, вот сестра ответила, биологические часы вовремя выработаны кортизол, вот, правильно, почему, потому что они же подавили эти гормоны стресса, у них же непостоянно он был выработан, этот кортизол, потому что они уснули вовремя, и у них их биологические У каждого из нас они есть, и у них их биологические часы работали правильно, и у них вовремя выработался кортизол, потому что кортизол, он вырабатывается перед пробуждением. Перед пробуждением человек должен быть готов к активности, поэтому коран от почечников, опять-таки же этот маленький орган, который Всевышний Аллах создал, и он настолько много функций выполняет, он начинает вырабатывать, вот это коран от почечников, который возбуждает нашу нервную систему гормоны. Вот эти глюкокортикоиды, вот эти глюкокортикоиды человек не может постоянно их вырабатывать, если он постоянно будет вырабатывать, вот он придет в такое состояние, состояние депрессии, стресса постоянных, и это называется синдром усталых надпочечников. Ни один традиционный врач вам этот диагноз не поставит, но этот диагноз есть, он называется СУН, синдром усталых надпочечников. И первое, что когда, чем его можно наладить, да, вот этот синдром убрать у вас усталости, это налаживая сон, поэтому сон очень важен в нашей жизни, в жизни каждого мусульманина. Почему? Потому что нам нужно вставать на утренний намаз, который является важным поклонением в нашей жизни. Поэтому вот эти глюкокортикоиды, из них наиболее активным является кортизол, который что делает? Он повышает давление у нас, потому что когда мы начинаем засыпать, у нас давление падает, ритм у нас замедляется сердечный, да, а мы расслабляемся и мы спим. Поэтому кто вот, если у кого-то есть часы, да, я одеваю всегда часы, замеряю себе ночное, ну, мне интересно, да, что и как происходило у меня во сне. Я вот смотрю, у меня пульс 45, с пульсом 45, как человек, человек же, ну, как бы это уже все же там, есть и повышенная тахикардия, да, есть и бродикардия, да, когда у человека пониженный пульс. Ну, все, ночью я там, ну, по сути, это нормально, у человека замедляется ритм, и у него понижается давление. Теперь что делает кортизол? Он повышает давление, и он учащает сердечные сокращения, то есть повышает тонус сосудов, и все, мы начинаем что? Мы начинаем пробуждаться, мы начинаем пробуждаться, потому что мы дали отдохнуть этой нервной системе, мы дали отдохнуть в выработке вот этих глюкокортикоидов, вот этих гормонов стресса. Они немножко отдохнули, наш организм отдохнул, и он, как сказать, это слово чуть-чуть у меня крутится в голове, я не могу его... Так, мы свой организм перезапустили, вот так вот, мы свой организм перезапустили, перезапустили как? Дали отдохнуть нашим стрессом, выработалось у нас гормоны счастья и всего остального, да, и все. А вовремя у нас выработался кортизол, и мы проснулись бодрыми. Вот, сестры дорогие, попробуйте, да, потом, иншаллах, на следующих эфирах скажете, как у вас это. Я вот, я себе сейчас сама себе, вот каждый из нас самодисциплиной должен заниматься, да. Вот я сейчас сама с собой как бы вот заключила договор, что вот сон надо обязательно наладить. И вот, когда вы, я заметила, уже, например, сейчас скажу вам сколько, где-то с неделю, наверное, может быть, дней 8, вот, я ложусь спать, вот, в 10 часов я выключаю. Вообще, я до этого всегда с 10 часов, я всем говорила, если вы мне написали позже 10 часов, ночью смс, я на них не отвечу. Любая там, если у вас, я всегда говорю, если у вас вопрос жизни и смерти, вы мне звоните. Если у вас просто вопрос, ну, просто вы хотели спросить там, посоветоваться, то если позже 10 написали, я не отвечу. Я только если утром в 9 часов вам отвечу, потому что после на утренний намаз вставать и брать телефон и сидеть, отвечать, я тоже это не практикую. Я вот заметила, что вот ложусь спать в 10 часов, да. И я стала уже через неделю, вот сейчас прошла неделю, ну, больше, чуть больше недели, последние 2 дня я стала просыпаться сама на утренний намаз. То есть мне не нужен будильник. Это уже неделя просто, просто прошла неделя. Вот все бросаю, прямо вот детям тоже говорю, все дела, все, что вы захотели, со мной поговорить, что-то сделать, что-то у вас не доделано там по школе, по знаниям, что-то, что-то, что-то. Мы все это делаем до 9 часов. В 9 часов мы дружно идем совершать ночной намаз, который у нас уже час назад зашел, мы можем его и в 8 сделать, и мы начинаем ложиться спать. Вы каждый должен смотреть на индивидуальность, да, свою там, когда и что вам сделать. Но, сестры мои дорогие, скажу вам, это возможно. Я вам говорю это как мама троих детей, да, двое из которых подростки, которые уже не всегда вас послушаются, которые хотят что-то сделать уже по-своему, вот, которые спать, конечно же, рано вообще не хотят, у которых появляются дела. Да, после 9 у них появляются дела, я говорю, такие дела, говорю, прям мировые появляются, вот, и поэтому это все обустроить можно, это все можно устроить. Просто нам не хватает вот этой самодисциплины. Если мы встаем на утренний намаз, да, встаем так, как надо, а не так, как мы себя заставили. Вот, то есть, если просыпаться, вот, ты просыпаешься уже, ты просыпаешься бодрым. Все. И как мы совершаем этот намаз? Мы совершаем этот намаз, что вот мы уже вот все, вот мы делаем, и вот мы засыпаем на нем. Или мы делаем, и мы через себя, через свое сердце проносим каждое слово, которое мы говорим. Часто сестры жаловались, говорят, засыпаю на утреннем намазе. Вот, Сашда, были сестры, которые говорят, Сашда, Сашда, ухожу, и все, я уснула. Просыпаюсь, уже все расцвело. То есть, настолько, ну, усталость, да, и там 10 будильников звонят, я не могу проснуться. Почему? Потому что вовремя сна вот этого нормального нету, и кортизол уже он не будет вырабатываться в свое время. Он не вырабатывался, он будет вырабатываться там попозже, а уже он тогда не нужен. Поэтому, сестры дорогие, вот когда у нас, вот сегодняшняя наша тема, да, здоровое тело, здоровый дух, когда у нас будет здоровое тело, когда мы сами начнем включаться, да, и когда мы сами вот будем налаживать свое здоровье, да, когда у нас будет здоровый дух, у нас будут силы для поклонения, у нас будет появляться больше сил быть продуктивными, да, потому что вот от сна тоже многое зависит, мозговые процессы, да, все тоже от сна очень многое зависит. Поэтому вот посмотрим, да, Сахабы. Вот нам пример. Вот они вовремя ложились спать, у них вовремя вырабатывался гормон кортизол. На утренний намаз они вставали самостоятельно, без будильников, да, азан был. На азан же кто-то должен был тоже вставать, давать этот азан. Беляль, ради Аллаху Анху, или другие, кто давал не в этой местности, да, азан. Они же вставали для того, чтобы сделать этот призыв на молитву. Им не нужно было будильников. Они, и посмотрите, то, что мы переживаем сейчас, наши трудности, наши какие-то проблемы и переживания, разве они сравнятся с переживаниями пророка, саллиллаху алейху ассалям, и сахабов. Мы даже долю этого не испытываем, то, что они испытывали. Я вот недавно у нас закончился курс по сире с детьми, да, изучая сиру, посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. И когда была тема хиджри, вот просто мы с ребятами, с детьми сидели, и я им говорю, представьте, вот вы живете в вашем доме, да, и в один день вы должны, просто не так, что вы там захотели, вышли там, поехали куда-то попутешествовать, распланировали, что вы переедете в какую-то другую местность, да, просто вы вынуждены бросить свой дом. Потом иногда некоторые сахабы, а большинство из всех них, да, они даже не брали, не смогли взять с собой ничего, кроме той одежды, которая была на них. Так и пророк, саллиллаху алейху ассалям, с Абубакром вышли в путь. Совершали хиджу. Еще и как, не так, что там вышли они, сели на самолет, улетели, и все, они в безопасности. Или там вышли там, уехали на машине, и все, они в безопасности. Они шли пешком, пешком, на своих ногах, испытывая при этом жажду, голод и страх о том, что сейчас тебя настигнут и убьют за то, что ты просто ля и ля хайдаллах, за то, что ты мусульманин. Дальше они приходят в местность, да, в местность, которую они вообще не знают. У них нет ничего, ничего. У них даже нету каких-то финансов, да, чтобы взять там, снять, ну, как у нас сейчас, да, там, снять жилье там себе или что-то как-то себе обустроить, да. У них не было этого. Они вот пришли, можно сказать, вот в той одежде, в которой у них была. У них не было ничего. Они такие, как мы говорим, стрессы, переживания. Они такое испытывали. Они теряли близких. На их глазах убивали их родных. Их самих пытали. Но при этом они же не говорили, мы в депрессии. Сейчас чуть-чуть у нас немножко вот как-то какие-то трудности мы начинаем испытывать. Все, у нас депрессия наступает. Ну, какая депрессия? Какая депрессия у мусульманина? У мусульманина не может быть депрессии. Всевышний Аллах посылает испытания. С этим испытанием он посылает, уже в этом испытании он посылает тебе облегчение. Просто ты должен анализировать, посмотреть и идти дальше. А вот эти все депрессии, вот это все усталость, мы сами себе это делаем, потому что мы не следим за своим здоровьем. Потому что от нашего здоровья может тоже пострадать наш дух. И если у нас плохое здоровье, вот здесь у нас есть сестры-врачи, нутрициологи, да, пусть они скажут. Если у нас страдает наше тело, у нас автоматически страдает наш дух. Потому что у тебя сразу же падает работоспособность. Когда ты не можешь, у тебя, ты не можешь делать определенное поклонение, которое, например, ты там раньше делал полноценно, да, из-за того, что ты спрашиваешь. Сестры, меня слышно? У меня появилось, что плохой интернет. Сейчас слышно, да? А я думаю, что до этого было же слышно меня. Я просто как увидела, ранее чуть пропала. Хорошо. Поэтому, когда у тебя, ты сам виноват в том, что с тобой произошло. Почему? Я скажу, да, там бывает, там какая-то там катастрофа произошла, там несчастный случай, да, и ты там пострадал. Вот. Но когда ты знаешь, что это будет вредить твоему здоровью, и ты можешь заняться своим здоровьем, и ты можешь улучшить это свое состояние. А ты нет, ты берешь это и заставляешь свой организм и говоришь, нет, 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 ничего страшного. Нет, 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 ничего страшного. И это может привести тебя к тому, что ты можешь, может твой организм пострадать, и от этого будут страдать твои поклонения. От того, что твой организм будет слабым, твои поклонения будут слабыми. И вот опять вернемся к началу нашему урока. У тебя будет страдать та цель, с которой ты сотворен. Если у тебя будет страдать та цель, с которой ты сотворен, ты сотворен только для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. Ты никогда не будешь счастлив. Поэтому, чтобы быть счастливым, продуктивным мусульманином, мы должны заботиться о своем здоровье. И сейчас очень много, вот я сейчас хочу сказать слово в защиту сестер нутрициологов, в защиту сестер, которые пропагандируют здоровый образ жизни и правильное питание. Хочу в их сторону сказать, что они делают огромную работу для нашей ума. Почему? Почему, скажу вам. Потому что можно сказать там, а вот, ну что вы там про правильное питание? Наши дедушки и бабушки кушали и были нормальными, да? Ой, ну что вы там про правильное питание? Вот все, все, всю жизнь это ели, а вы сейчас об этом говорите. Ну, дорогие мои, я вам скажу, да, вот у меня, например, тоже были и бабушки, и дедушки, да? А у них здоровье там, скажите, а у них здоровье было там лучше, чем наше. Да, у них здоровье было лучше, чем наше, но у них тоже были болезни, да? Да, и мы сейчас видим, да, что мир меняется. Вы посмотрите, вот смотрите, я вот, когда мне нужно было налаживать свой рацион питания, а это был вопрос жизни и смерти уже стоит, скажу, да, или я меняю свой рацион питания, или дальше больше оно может привести и к очень-очень таким последствиям, да? Нехорошим не скажу, потому что смерть – это истина, мы все когда-нибудь покинем этот мир. Вот, но, скажем так, да, вот, и я стала анализировать кухни, кухни мира, да, все кухни мира, и вот в частности, например, та культура, в которой я выросла, да, и как они питались, да, вот. И я поняла, что они-то вот питались и с балансированным питанием. Если они ели, например, вот возьмем плов, да, вот так вот, сейчас вам скажу, да, вот. Во-первых, как бы они его жарили всегда на курдючном жире, да, вот если взять правильное, да, вот тот правильный плов, который готовили наши бабушки и дедушки. Жиры, они полезны для нашего организма в любом случае, да, они должны присутствовать. Дальше там в этом, там есть там лук, морковь, да, это клетчатка, да, и, ну, как бы, рис. Рис, он является как бы углеводом, да, и там он крахмалистый, да, он может немного плохо влиять на кишечник, да. Вот, но что они делали? Вот так я вам скажу. Что они делали? Они, если они ели этот плов, они очень много ели зелени. То есть плов без салата, это как, как бы сказать, тело без рук, вот так вот, да. То есть они ели, у них рацион составлял, ихний рацион был из вот этих полезных, они были на правильном питании. Я вот сама себе проанализировала это. Что сейчас делаем мы? Мы едим там неправильное, неправильное. Сейчас скажут, а все люди едят, и никто. Это когда я детям своим призываю их, да, и там уговариваю, особенно старших, потому что с подростками их нельзя заставлять, их нужно, с ними нужно договариваться. Я всем это говорю, всегда. Вы подростков не можете поломать, это будет агрессия в вашу сторону, обратная. Когда я уговариваю их, призываю их, да, и вот там доказываю им, что-то вот как бы хочу донести до них, да, вот они говорят, вот все люди едят, никто не страдает. Я говорю, ну мы же не знаем, что у них болит. Ну, например, на меня посмотришь, я вот вышла на улицу, я иду. Никто же не скажет, что у меня болит, а у меня там полкишечника нету, там щитовидная железа, там еще что-то, еще у меня куча болезней, кто-нибудь скажет по мне, что у меня нет, поэтому не надо равняться на всех. Поэтому вот сейчас я часто встречаю, да, там начинают, когда вот видят там что-то, а вот сестры, которые нам доносят, да, как нам сейчас в наших реалиях, вы не сравниваете реалии, которые были у наших, даже у наших родителей, и тем более у наших предков, бабушек и дедушек, да, вот. То есть в наших реалиях помогают нам, используя свои знания, да, помогают нам здорово существовать, и от того, что наше тело здоровое, в нашем здоровом теле есть здоровый дух. И когда у нас здоровый дух, мы совершаем поклонения свои, и это цепная реакция. И мы возвращаемся к той цели, с которой мы сотворены. И если мы эту цель достигаем хорошо, мы счастливы. Если мы эту цель достигаем плохо, мы несчастливы. Поэтому, сестры дорогие, мы должны задумываться о целях своего сотворения, да, и идти к этой цели, идти к этой цели, заботиться о своем здоровье, делать все причины для того, чтобы у нас было здоровое тело, в здоровом теле будет здоровый дух. И, естественно, будет счастье, которое испытывает каждый мусульманин, поклоняясь одному лишь Всевышнему Аллаху. И каждый из нас создан быть рабом, рабом Всевышнего Аллаха, только его одного. Если у вас есть вопросы, сестры, пять минут уделим время вашим вопросам. И, иншаллаху тааля, попрощаемся. Продолжение следует... Ну, если есть проблемы с засыпанием, то есть бессонница, да, нужно как быстро заснуть? Как быстро заснуть? Я не знаю, конечно, я не врач. Я свои как бы рецепты могу сказать. Я раньше страдала бессонницей. Я вот до двух часов ночи не могла заснуть. Как я стала делать, чтобы засыпать? А повышайте свою активность. Вот я стала повышать свою активность. Раньше я, например, ну, как бы если... Если, например, вы... Ну, раньше... Это я вам скажу из своего жизненного опыта. Я просто не врач, я не могу там подсказать вам что-то. Просто я стала анализировать, почему я не засыпаю. Потому что, наверное, я не устаю. Мой организм не устал. Поэтому, наверное, я... У меня много сил. А когда у человека мало сил, он быстрее засыпает. Ну, я так для себя сделала выводы. Я стала поднимать свою физическую активность. Потому что, например... Да, мы устаём. Вот я, например, сегодня с вами проговорила. Да? И вот я сейчас устала немножко. У меня сейчас через 20 минут Тадаббург с сёстрами с первого курса, курса учителей, да, Тафсир, Ана. Вот. И... То есть я после уроков там уставшая. Но это быстро восстанавливается там. Ты 10-15 минут там отлёгся на что-то там, попил чайку, да, там, перекусил, отлёгся и всё. А нужно именно, чтобы вот телесное уставало. И я стала делать так. То есть я раньше там брала, там, закупала продукты, продукты там на неделю, то я сейчас закупаю продукты на один день. И иду в самый дальний магазин. После этого магазина возвращаюсь очень такой длинной дорогой. Вот. То есть делаю я это два раза в день. Специально не покупаю продукт. Ну, как бы себя сама... Сам себя вот наказываешь, да, так. Вот. Специально там один продукт покупаю, второй не покупаю. Говорю, я должна... Куплю его после обеда. И такой продукт, который мне нужен, да. Ну, потому что у меня дети уже не маленькие. Вот. Я уже с ними не гуляю, да. То есть, да, я могу там сказать, пошли со мной, там, поможешь мне, там. Вот. Но уже так, чтобы я там гуляла с детьми, не получается, да. И поэтому я вот такие себе методы сделала. И стала наблюдать, что вот так делая, да, организм стал больше уставать. И вот сейчас, аль-хамду-ля, проблем со сном нет. Я вот 10 часов ложусь, 10-15 минут, и я уже сплю. Попробуйте так, повысить свою физическую активность. Ну, и, конечно же, в первую очередь, дуа Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах наладил это все. Без этого, если Всевышний Аллах не даст в этом благо, баракят, то этого ничего не достигнуть. Ну, от вашего намерения тоже зависит, если человек делает намерение, что вот я должен как-то изменить свою жизнь, то Всевышний Аллах в этом дает благо. Так, дорогая устаза, а что делать, если ребенок не спит ночами? Как бы я ни старалась, у меня не получается полноценный сон. И от этого, как вы и говорите, депрессия и хроническая усталость. Ну, первые годы жизни ребенка, да, где-то до, например, до двух лет, да, дети, они все часто просыпаются по ночам, да. Но если уже там до трех лет они еще могут просыпаться по ночам. У меня тоже был, все дети у меня были беспокойные, дети все были погодки. И получалось так, что я на протяжении четырех лет я не спала вообще ночами. Вообще не спала ночами, потому что дети погодки, и каждый из них вот не спал, не спал, не спал. И вот только когда самому младшему сыну уже исполнилось четыре года, я даже удивлялась. Ничего себе, я ночью поспала, ну, вот так. Вот, поэтому, а если он не спит, как бы, если у него нету каких-то по здоровью, да, отклонений, ну, его нужно продиагностировать. Если есть это с точки зрения религии, да, вот, то, ну, советую вам почитать рук я ребенку, да, там, попоить его начитанной водой. Вот я делала своему второму ребенку, я так его лечила, лечила сама. То есть, как бы, я читала ему сама, и это он очень, у меня были большие проблемы у него со сном. Причем, ну, как бы, по здоровью было все хорошо, а вот сон у нас вот так страдал. И, альхамдулля, вот это было причиной облегчения. То есть, вы должны посмотреть, если физически его ничего не беспокоит, то, значит, есть какая-то моральная, духовная, да, часть этого. И нужно брать причины и уповать на Аллаха. Так, сестры, давайте, еще у вас 2-3 минуты, и мне нужно хотя бы свое горло, как своему горлу отдать, помолчать 15 минут, потому что потом еще... Нужно будет еще говорить сестрам еще один час. Мы вас любим, Стаза Баркалахфикум. Я вас тоже, может, он тоже не устает. Может быть, он тоже не устает. Ну, обычно дети, наоборот, которые бывают там, не спят, наоборот, у них повышенное. Вот, ну, это нужно смотреть с разных сторон, да. Я же говорю вам, с духовной точки зрения, вот я вам могу сказать, это может быть с глаз, да, вот, посмотрите, если вот все хорошо, вот у нас есть, например, сестры здесь есть, которые, нутрициологи, врачи, они могут вам объяснить все. Хорошо, сестры, дорогие, аль-хамду лилля, джазакиллаххайран за полезный эфир, аль-хамду лилля, вая кунна, сестры, я очень рада была сегодня с вами встретиться, возобновить наши эфиры, и благодарю Всевышнего Аллаха за то, что он дал нам такую возможность, вот, он вернул к этим эфирам, аль-хамду лилля, что получилось вернуться, поэтому, иншаллах, будем с вами украшать себя, наши прямые эфиры называются «Украшение мусульманки», а вот мы будем с вами вместе украшаться, вот, то есть, иншаллаху тааля, и жду вас через неделю, визнеллях, в это же время, иншаллах, каждый понедельник будем с вами проводить эти прямые эфиры. Субханаки Аллахума вабихамдик, ашхаду аль-ля-ля-ля-ан-т, астах и рука, ва-тубу и ля-хи. Саляму алейкум, рахматуллахи, ва баракятух, дорогие сестры. Продолжение следует... Продолжение следует...